Утро уполномоченного участкового полиции Исы Бекботова начинается с обхода своего участка. Хотя неофициально, но он уже давно по праву является по-настоящему народным участковым. Со слов местных жителей, страж порядка в любое время суток, готов прийти на помощь, стоит лишь обратиться. Разбор документов, прием заявлений от граждан, выезды на места происшествий и массовых мероприятий. Быть участковым отнюдь нелегко, делится полицейский. Приходится трудиться по 7 дней в неделю и не думать о выходных. А как иначе, для Исы его работа – это прежде всего призвание. Еще в детстве он мечтал стать полицейским. «Можно смело сказать, что это больше, чем работа публичная, потому что постоянно ты общаешься с населением. Наш регион, как вы знаете, он специфический, родственные связи. К каждому человеку надо подойти по-своему, каждому человеку надо объяснить все по-своему. Ведь работа участкового полномочного, она первоначально, самая главная задача работы участкового полномочного – это профилактика и предупреждение преступления о достижениях и про нарушениях. То есть работа с населением, предупреждая возможные нарушения, доводить до людей, до масс, что нельзя, что можно». Всюду успеть и всем помочь. С таким девизом вот уже более 20 лет майор полиции Иса Бекботов верой и правдой служит своему делу. На вверенном ему участке проживает более трех с половиной тысяч жителей Насыркорского округа. Везде успеть задача сложная, делится Иса, но выполнимая. Тем более, что своим районом он вполне доволен. «На обслуженном мой односильном участке очень хорошая оперативная обстановка. Преступления очень-очень редкие, очень редко происходят какие-то преступления. В основном мелкие односильные промышления в сфере хищения газа, света». Как правило, во время выездов Иса Бекботов регулярно посещает среднюю школу номер 11 города Назрань. Местные ребята уже давно привыкли к доброму полицейскому. И порой сравнивают Исус с персонажами советского мультика «Дядя Степа» из-за высокого роста. А руководство школы очень ценит содействие участкового в воспитательной работе с учениками. «Хочется отметить, что Иса Бекботов систематически с нами посещает всех наших крутых детей, посещает детей, оставшихся без пообщения родителей, оказывает посильную поддержку и помощь. Даже для того, чтобы какие-то беседы с учащими старших классов провести по дисциплине, по порядку, всегда он на связи, всегда приезжает, каждый через день появляется в школе и принимает активное участие. Даже скажу больше, что мы считаем, что Иса Бекботов член нашего коллектива больше, чем как является сотрудником МВД». Участвовать во всероссийском конкурсе народной участковой Исе предложил коллега, победитель прошлогоднего конкурса Зура Баркинхоев, который лучше всех знает, как его товарищ выполняет свои обязанности. А значит, у него есть все шансы получить звание народного. «Грамотный, порядочный парень, и я думаю, что ему не составит труда выиграть этот конкурс. Я участвовал в прошлом году, но выиграл региональный этап. Думаю, Иса Бекботов займет одно из первых мест во всероссийском конкурсе». Вся информация об участниках всероссийского конкурса, представляющих наш регион, будет размещена на официальном сайте МВД. Региональное министерство внутренних дел призывает всех жителей региона и подписчиков в социальных сетях проявить активность и выбрать лучшего уполномоченного участкового полиции. Конкурс традиционно пройдет в три этапа. Первые два состоятся на районном и региональном уровнях. Отбор конкурсантов на первом этапе пройдет с 11 по 20 сентября текущего года путем онлайн-голосования. Лидирующие по количеству набранных на сайте регионального МВД голосов конкурсанты автоматически попадают во второй тур голосования, который стартует 7 октября и продлится до 16 октября. Победитель республиканского этапа определится путем подсчета голосов. Заключительный этап конкурса продлится с 1 по 10 ноября. Награждение победителей состоится в торжественной обстановке в канун дня участковых уполномоченных полиции. Микаил Тангиев, Рахман Суров, Новости 24.